Зубы даются человеку два раза в жизни, за третий придется заплатить. Вот об этом, а также о многом другом в нашей сегодняшней программе проведу, которую я, Екатерина Иванова. Владимир Ермошин отсутствует по уважительной причине. Еще раз добрый вечер. Сегодня у соседей. Какого зубного врача не боятся маленькие соседи? Все зубки и молочные, и постоянные. Чистим с верхней челюсти. И как сберечь детское здоровье, переменчивая новгородской осенью? Ну, сейчас такая плохая погода. Я курку помочила. А еще сегодня в гостях у соседей Елена Богомолова, врач-педиатр семейной стоматологии «Новый стандарт-32». И Алина Васильева, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Новый стандарт-32». Добрый вечер, уважаемые соседки. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о детском здоровье и в первую очередь о здоровье детских зубов, поэтому мой первый вопрос, он будет таким общим. Скажите, пожалуйста, уважаемые доктора, а можно ли считать детские зубы, их состояние, может быть, время их прорезывания таким своеобразным индикатором общего состояния детского здоровья? Я считаю, что является индикатором состояния детского здоровья. Почему? Потому что наличие кариозных полостей в ротовой полости, это является как очаг хронической инфекции. И в последующем, если не избежать этой инфекции, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом у ребенка, наличие воспалительных процессов на миндалинах, в носоглотке. Все что угодно. Что вы добавите? Я могу добавить, что сроки прорезывания зубов, они не являются индикатором детского здоровья, а вот состояние зубов, оно действительно является индикатором детского здоровья и очень часто проявляется не совсем так, как нам хочется. Допустим, по своей практике я могу наблюдать, что дети, которые часто болеют, очень часто имеют не очень хорошие зубы. Это взаимосвязанные все-таки вещи. А как же, вот знаете, особенно бабушки любят говорить, вот смотрите, какой у нас крепенький малышок, у него зубы вылезли там в 3-4 месяца. Это ни о чем не говорит. Нет, в 3-4 это ни о чем не говорит, точно так же, как и в год, это ни о чем не говорит. А вот состояние зубов, насколько они хорошие, нет ли там кариеса или чего-то еще, вот это уже говорит, в этом я абсолютно согласна с Алиной Олеговной. А вообще, когда в идеале должны появиться у ребенка первые зубы? Вот если вы говорите, что и в 2 месяца, и в год в идеале. Вот по стандартам классической, можно даже сказать, советской педиатрии, на которой мы все выросли. Классически прорезываются молочные зубы в 6 месяцев. В 6-7 месяцев, начиная с нижних передних зубов. А правда ли вот бытует мнение, и даже мамочки к этому готовятся, что прорезывание первых зубов, это всегда сопровождается стрессом для малыша, повышением температуры, падением иммунитета, чем тут можно помочь? Наверное, все-таки это к вам, да, в общей состоянии детской здоровья. Это скорее ко мне вопрос. Это не всегда так, просто, ну, идет... У кого-то это проходит вообще незаметно. Незаметно. Вообще, да, раз вылезли, да, как это, приходят, бывает, ко мне на прием, вот, зубы есть, нет, стучу шпателем, я говорю, а у вас зубик вылез, да, доктор? Интересно. У некоторых, конечно, это сопровождается там неимоверными какими-то болями, да, повышением температуры и так далее. Ну, конечно, ребенок больше при прорезывании зубов подвержен вирусным заболеваниям. То есть тут надо, чтобы окружающие его люди были здоровы, желательно. Такое. Да, не только при прорезывании зубов. Да. А вот прорезались первые зубки. В каком возрасте нужно первый раз показать ребенку-стоматологу? И потом, как в дальнейшем, как часто это нужно делать? Значит, первый визит к стоматологу, как правило, назначают педиатра. Это в возрасте одного года. Последующие посещения к стоматологу назначает непосредственно уже сам врач-стоматолог в промежутке 4-6 месяцев. Но с молочными зубами лучше появляться на профосмотр раз в 4 месяца. А с чем это связано? Тем, что молочные зубы, они больше подвержены каким-то воздействием, я не знаю, пищи, как-то внешней среды. Молочные зубы подвержены больше кариесу, чем постоянной, из-за того, что эмаль на молочных зубах менее наполнена микроэлементами, чем на постоянных. То есть она больше пропускает сладкого, быстрых углеводов. Вот вам отсюда и кариес. Давайте разрешим вечный конфликт. Большое употребление сладкого действительно влияет на возникновение кариеса у детей? На прямую. То есть прямая зависимость. Особенно леденцов, ирисок, вот такого всего. Да? В меньшей степени даже шоколада. Но вообще шоколад до 3 лет детям вообще не рекомендуется. Это будет как педиатр. Как педиатр. То есть вообще не показывайте детям до 3 лет, что есть конфеты. Но если это нет старшего в семье, конечно, а так это сложно. Хорошо. А вот от чего зависит качество детских зубов, детских молочных зубов? От того, как правильно питалась мама во время беременности или еще от чего? Это в совокупности, конечно. От того, как мама питалась во время беременности, от, опять же таки повторюсь, от наследственности, от правила гигиены полости рта, от состава слюны еще в первую очередь. То есть в совокупности можно придумать много причин. А условно говоря, если к вам придет на прием ребенок с плохими зубами, порекомендуете ли вы обратиться действительно, чтобы ребенка обследовать, к врачу-педиатру его направить? Нужно ли это делать? Ну, в наших условиях мы как-то справляемся, да. Если, конечно, увидим какие-то более глубокие запущенные варианты, не в плане зубов, а, например, если увидим налет на миндалинах, тогда, естественно, конечно, мы обращаемся к педиатрам. А чем грозят детскому здоровью непроличные молочные зубы? И надо ли вообще лечить молочные зубы? Может быть, это и не так страшно? Нет, молочные зубы нужно лечить в обязательном порядке. Почему? Потому что каждый молочный зуб должен настоять свое время. То есть к каждому молочному зубу природа отвела свое время. Преждевременное удаление зубов молочных ведет к зубочелюстным аномалиям. Простым языком, если вы раньше времени удалили молочный зуб, то в последующем для прорезывания постоянного зуба может не хватить места или не быть вообще. А если зубы, вот это, наверное, уже к вам вопрос, Елена Валерьевна, если не лечить молочные зубы, какими проблемами это грозит, помимо того, что вот постоянные зубы будут проблемы с их прорезыванием, становлением, нормальным формированием прикуса? Ну, это, во-первых, могут быть частые уруи у детей, что и наблюдается, потому что идет источник инфекции хронической, как Олена Олеговна уже говорила тут в прене. И поэтому идет источник постоянной инфекции. То есть тут могут быть и насморки, и аденоидиты, то есть возникать воспаление аденоидов, могут воспаление миндалин возникать, фаренгиты, ну и даже трахеиды, в принципе, тоже могут возникать при проблемах с зубами. Поэтому, конечно, зубы, я считаю, надо лечить. И я считаю, что очень много еще здоровья зубов, кроме всего прочего, зависит и от питания, и вот витамин D иногда незаслуженно забывают. А витамин D нужен обязательно всем детям до 3 лет, причем до 2 лет без перерыва, а с 2 до 3 перерыв только на лето. Потому что в нашем регионе солнца очень мало, витамина D не хватает, кальция, к сожалению, тоже не хватает. И, к сожалению, в аптеках до 2 лет нет ни одного порядочного кальция. Есть в каких-то БАДах, комплексах каких-то, но насколько они усваиваются, это тоже еще неизвестно. Это еще тот вопрос. Да. А как можно это отрегулировать с помощью диеты? Потому что детей, настоящий такой творог, сложно заставить есть, особенно детей до 2 лет, они все больше какие-то широко разрекламированные творожки, где много сладостей, и вот такой перечень добавок. Как с помощью диеты можно скорректировать такие? Ну, диета должна быть полноценной, это не обязательно может быть там творог, да? Ну, когда-то у нас было разрекламировано, что на костях бульон нельзя. Кстати, китайцы очень любят костные бульоны, и у них меньше остеопорозов, и вообще как-то лучше, более с кальцием у них лучше. Ну, откуда корова получает кальций? Она же еще и кальцевый продукт дает, да? Да, да. То есть травы те же, они тоже содержат, в принципе, кальций. То есть вот зелень как-то детям куда-то подмешивать, особенно летом давать, особенно если это свое. И еще очень большая просьба к родителям, смотрите на состав. Даже если это бывает детское, какие-то разрекламированные детские печенюшки, еще что-то, иногда смотришь на состав, и волосы стоят дыбом. Ужас, ужас, да? А как вы относитесь как специалиста к употреблению коровьего молока детьми? Я отношусь положительно, если нет на аллергии, на белок коровьего молока, то я вполне положительно отношусь. Единственное, что цельное сразу, особенно маленьким, не стоит давать его сначала разбавлять, а потом, да. Ради бога, я очень хорошо к этому отношусь. Поход к стоматологу почему-то считается стрессом, в первую очередь для родителей, потом для ребенка, как я подозреваю. Родители передают это детям, ну, может быть, на генетическом уровне. Корреспондент соседей Вероника Корпесонова вместе со своей чудесной дочкой Ксюшей на личном примере убедились, что детская стоматология – это легко и весело. Что может быть важнее для родителей, чем счастливая улыбка малыша? А чтобы она была еще и красивой, необходимо за молочными зубками тщательно следить. Как это правильно сделать, расскажет детский стоматолог, которого необходимо посещать для профилактики как минимум три раза в год. Поход к зубному врачу для многих детей, в том числе и для моей шестилетней Ксюши – событие весьма волнительное. Важно, чтобы доктор смог найти подход к своему маленькому пациенту. Открывай рот. Только без всего. Да, я только посмотрю. Посчитаю твои зубки. Давай, ну, хорошо. Открывай. Только без всего. Без всего. Вот, мое зеркало. Только вот это еще? Только вот это, да. Давай смотрим. Пятерка пломба. Молочные зубы слабее постоянных. Их эмаль меньше наполнена минеральными компонентами. А это значит, что кариес на них возникает гораздо чаще. К тому же быстрее развиваются осложнения – пульпиты и периодонтиты. Поэтому так важны профилактические осмотры, говорит детский стоматолог семейной стоматологии «Новый стандарт-32» Алина Васильева. К слову, здесь для лечения маленьких зубиков созданы все условия. Ребенок во время процедуры смотрит любимый мультфильм. Также используется специальная анестезия. Что касается анестезии. Анестезия делается с 4-х лет. Если приходится лечить пульпиты до 4-х лет, значит, мы отправляем детей на аллергопробу в любое медицинское учреждение, которое делает такие манипуляции. Значит, если делаем анестезию, то сначала делаем аппликационную, говорим ребенку, что мажем вареницем, помажем, а потом капаем капельки. Капельки – это непосредственно сам укол. Перед первой анестезией необходима аллергопроба. Сделать ее можно здесь же. С сентября клиника начала прием всех видов анализов на базе клиника-диагностической лаборатории «Ситилаб». Прескурант сцены, система скидок едины для всей сети лабораторий. Добавим, что каждому маленькому пациенту Алина Васильева обязательно рассказывает о профилактике. Нужно есть поменьше углеводов, тогда зубки долго будут крепкими и здоровыми. Но самое главное – не забывать их чистить два раза в день. Впрочем, у дружбы с зубной щеткой тоже есть свои секреты. Все зубки и молочные, и постоянные чистим с верхней челюсти, с самых дальних зубов. И начинаем выметающими движениями от десны к зубу. Десна – красная, зуб – белая. Вот так, как дворник, выметаем, да? Сначала со стороны щеки. А я вот так. А я тебе говорю, как правильно. С этой стороны, да, почистим. После посещения стоматолога идем к опытному педиатру здесь же в семейной клинике. Также на профосмотр. Радует, что в очереди стоять не нужно, подходим к определенному времени. Измеряем рост, вес, слушаем сердечко, легкие, смотрим горло. И тут сюрприз – горлышко-то красное. Горлышко болит, да? Нет. Сейчас не болит, да? Я… Ну, сейчас такая плохая погода. Я куртку промочила. Конец осени, начало зимы – опасное время, говорит детский врач Елена Богомолова. Можно запросто простудиться и заболеть. Чтобы этого не произошло, важно знать, как сберечь здоровье малыша. Во-первых, адекватно погоде одевать обязательно ребенка, да? То есть, если мокрая погода, то одевать какие-то сапожки, чтобы не промокли ноги, да, обязательно. Должно быть полноценное питание. Еще сейчас сохранились у многих витамины, даже с их огородов, да? Не обязательно это давать ребенку какой-то химией. И потом, в принципе, можно подавать детям что-то такое легкое, противовирусное. Несмотря на красное горлышко и несколько зубов, которые вскоре предстоит вылечить, мы с Ксюшей вышли из семейной клиники в приподнятом настроении. Здесь было уютно и комфортно. Для малышей есть специальная игровая комната с игрушками, фломастерами и мультиками. Но самое главное в этих стенах – каждый родитель обязательно получает ответ на важнейший вопрос – как сохранить здоровье своего малыша? Вы смотрите программу «Соседи» и я напомню, что сегодня у нас в гостях Елена Богомолова, врач-педиатр семейной стоматологии «Новый стандарт-32» и Алина Васильева, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Новый стандарт-32». Мы сегодня говорим о здоровье детских зубов и о детском здоровье вообще. Вот если вернуться к молочным зубам, скажите, а бывают же такие ситуации, когда у ребёнка молочный зуб ещё не выпал, а уже прорезывается постоянный зуб. Что делать в таких случаях? Молочный зуб мешает прорезыванию постоянного зуба. Если своевременно удалить молочный зуб, то есть шанс, вероятность, что постоянный зуб станет ровно. Иначе потом придётся ходить детям с коронками, не с коронками, а вот как называется это? С брекет-системами. С брекет-системами, да, кстати, поставить клиентом ортопеда, правильно называются? Ортодонта. Ортодонта. Вот ведь я в ортодонта перепутала все врачебные специальности. А профилактики кариса вот с экранов телевизоров, из рекламы телевизионной, мы слышим очень много, и дети нас услышат. Основные всё-таки моменты. Профилактика кариса молочных зубов. Давайте буквально по пальцам. Отказ от сладкого. Отказ от сладкого. Отказ от сладкого. Включить в рацион молочные продукты, молоко, творог, да. Чистка зубов два раза в день. Вот тут возникает вопрос. Чем и как чистить? Вот, допустим, моя бабушка искренне считала, что старого зубного, лучше старого зубного порошка, воспитывающего маршаком и огней борто, не существует. Что говорит современная стоматология, современная педиатрия? Чем и как чистить зубы? Значит, до года, если после первого прорезавшегося зуба необходимо использовать силиконовую щётку, насадку на зуб, да, после прорезывания, после года мы уже используем обычную зубную щётку средней жёсткости и зубную пасту возрастной категории ребёнка. Паста ведь имеет значение её качество, фирмопроизводители их можно не называть, но тем не менее. На что обратить внимание? Ведь как на состав какого-нибудь творожка это тоже важно или нет? Нет, она в первую очередь должна быть без фтора. Всё. Главное, чтобы она была без фтора. И вкусная, естественно, для ребёнка. Дайте ваши советы, исходя из вашего опыта и вашего тоже. Как приучить ребёнка чистить зубы, да? Ведь по уму, вот я где-то читала, что, допустим, в Норвегии лет до 12 родители сами чистят детям зубы, потому что они не уверены, что они могут сделать это качественно и добросовестно. У нас такое можно... Ну, сначала можно показать маме, как она чистит, да, зубки. Ребёнок на своём примере покажет. Потом можете вместе друг с другом. Ребёночек вам почистит, вы ребёночку. А потом так вот... Главное, чтобы приучить с малых лет, да, ребёнка чистить зубы. Тогда он сам уже, вот я на своём опыте, на своём ребёнке, с первого прорезавшегося зуба мы чистим зубы. И сейчас он мне сам спокойно подходит и без моего участия делает этот процесс. Вот если сложилась такая ситуация по разным причинам. Мама не принимала кальций, не обращали внимания на гигиену, приходит ребёнок, у которого проблемные зубы. Там уже не только кариес, но вот всем, надеюсь, есть такие счастливчики, кто этого не слышал. Но парадонтит, ещё до пара, как называют специалисты, подсказывайте мне. Нет, это пульпит. А, пульпит. Вот правильно, пульпит называется. Пульпит и периодонтит. Парадонтит к парадонтиту у детей не было. К счастью, да. Вот видите, я... А как это лечится? Это больно? Вот в современной детской стоматологии... Нет, пульпиты лечатся в любом случае под анестезией. Но если... Наши анестезии используются с 4-х лет. До 4-х лет проводится аллергопроба, которая делается в медицинском учреждении, да. Можно сделать на базе нашей клиники, пожалуйста. Потом мы мажем специальным гелем. Ну, детишкам мы говорим, что это варенье. Капаем капельки. Это уже непосредственно сама анестезия, да. Потом само препарирование. Убираем коронковый нерв. Ставим лекарство и временную пломбу. Следующее посещение мы приходим, довольны и счастливы. Убираем временную пломбу на постоянную. Сколько это времени занимает вот это счастье? Счастье? 2-3 дня. Нет, а имеется в виду, вот сколько ребенок находится во врачебном кресле? Ну, если при всех положительных эмоциях время лечения пульпита занимает, ну, буквально минут 5-7. И все. То есть, да. От родителей что важно, когда первый раз они вот с ребенком собираются на прием к стоматологу? Ну, в первую очередь, это настрой дома. Я, конечно, очень сильно советую перед походом к стоматологу, посмотрите видео в интернете, они в свободном пользовании. Как сидят и ведут себя детки на приемах у других стоматологов. Что у врача-стоматолога нет ничего страшного. Это такой же доктор, как и педиатр. Только педиатр послушает, посмотрит, покажи ротик. То же самое, да. Ну, конечно, если когда вы идете первый раз на осмотр к стоматологу, просто можно посмотреть. Нужно еще договориться с родителями, что перед этим родители обещали своим детям. Или они просто обещали посмотреться, или они обещали, что мы все-таки будем лечить. То есть, тут тоже психологический момент с ребенком. Очень важно. Очень важно. У нас остается не так много времени до конца программы. Ваши общие рекомендации еще раз для наших соседей, которым, я так понимаю, не лишним повторить. И по поддержанию здоровья зубов, и по поддержанию детского здоровья. Особенно в такое непростое время, когда у нас то ли пришла зима, то ли она опять собирается уходить. Сырость и влага. Кто начнет? Может быть, вы Елена Валерьевна? Или Алина Валерьевна? Давайте вы, Алина Валерьевна. Так, значит, что касается зубов. В первую очередь необходимо чистить два раза в день. Утром и вечером в течение трех минут. Уменьшить содержание количества сахара. Включить в рацион молоко-творог. В условиях стоматологической поликлиники мы можем предложить как профессиональную гигиену чистки зубов, это снятие зубных отложений, покрытие зубов реминизирующими препаратами, плюс глубокое авторирование эмали. Это как профилактика кариеса от нас. Советы от педиатра. Советы от педиатра. Питайтесь полноценно. Больше будьте на свежем воздухе. То есть не сидите в своих квартирках и все. Все-таки с детьми надо гулять в любую погоду, в какую погоду выдержит мама. Будем так говорить. До минус 15 можно гулять даже с младенцами. То есть это не является противопоказанием. Маме холодно, это не всегда значит, что ребенку холодно. Соблюдать правила одежды для детей до 3 лет плюс 1. То есть мама одевается как? Она одевается плюс еще что-то, чтобы ребенку было теплее, потому что если он маленький, он лежит. Смотреть, не давать никакой гадости химии, потому что недавно приходил ребенок, ребенок бесконечно кашляет, и тут мама достает какую-то вафельку, в которой куча ешек и всех других, и дает ребенку. То есть длительный кашель, там все равно есть аллергические компоненты. Ни в коем случае, конечно, такой гадости давать нельзя. Режим дня тоже важно. Режим дня, конечно, обязательно важен. Физическая активность ребенка. То есть нельзя говорить, особенно постарше, там еще маленькие, их не успокоишь, они бегают все, а часто старший в компьютер, и все. Или мультики им включили, и все, лишь бы не беспокоил маму. Такого, конечно, тоже нельзя. Или если мама сама не может организовать как-то ребенку. У нас сейчас полно есть детских центров, где это с детьми все организуются, какие-то более двигательные активности лучше, чем дома. Соседи, не переключайтесь, мы вернемся в студию через пару рекламных минут. Субтитры создавал DimaTorzok Найди свое уникальное платье от известного дизайнера в каталоге Faberlic. Новым покупателям Тоша Косметичка всего за 1 рубль. Магазин-салон «Фарфор». Подарки для ваших друзей. Фарфор. Улица Десятинная, дом 2. Работает для вас ежедневно с 10 до 21 часа. Федеральная налоговая служба предоставляет много различных услуг, которые вы можете получить в инспекциях и на официальном сайте налог.ру. Повышение качества услуг является одним из наиболее приоритетных направлений работы ФНС России. Чтобы стать лучше и помогать вам решать свои проблемы быстро, комфортно и по существу, служба интересуется вашим мнением и совершенствует свою работу. Помогите ей в этом. Если вы обратились в налоговую инспекцию, обязательно оцените ее услугу по таким критериям. Сколько вы потратили времени в очереди? Были ли вежливы и компетентны сотрудники, с которыми вы общались? Комфортно ли было в помещении? Насколько доступна была представлена информация в инспекции? Есть несколько способов поставить свою оценку. Например, с помощью СМС. Для этого сообщите свой номер телефона сотруднику, который оказал услугу. Вам придет сообщение с федерального номера 0919. Отправьте на него свою оценку от 1 до 5. Оценка 1, если вам совсем не понравилось. Оценка 5, если вы были полностью удовлетворены. СМС для вас бесплатно. Вы также можете поставить оценку в помещении налоговой инспекции с помощью терминала. Выберите пункт «Меню оценка качества». Введите номер своего талона и оцените качество услуги. И еще один способ поставить оценку на портале «Ваш контроль». Зарегистрируйтесь на нем. Это несложно. Выберите инспекцию ФНС, где получали услугу. Укажите наименование услуги, дату и поставьте свою оценку. И не забудьте оставить свой отзыв. Это очень просто для вас и очень важно для ФНС России. Спасибо. Педиатр семейной стоматологии «Новый стандарт-32». И Алина Васильева, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Новый стандарт-32». Еще раз вам спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok